Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В проспекте Блюхера трубы устанавливают для котельной, которая появится в районе пересечения улиц Московской и Раковской. На участке от Русской до Садового кольца круглосуточно трудится несколько бригад. На месте побывала Марина Роман. Тонны грунта и асфальта камазами вывозят с проспекта Блюхера. Здесь на участке между улицами Русской и Садовой ведутся масштабные работы по укладке новых теплосетей. Общая протяженность труб 800 метров, 300 до кольца, остальные 500 за ним. Эта сеть будет проложена к объектам теплоснабжения котельной ВРД. Также она объединяет нагрузки котельной ЛРЗ, четвертой котельной железнодорожной. Планируется эту сеть ввести в эксплуатацию в 2023 году. К работам приступили в середине мая. Стальные трубы в полиуретановой изоляции, покрытые оболочкой, уже доказали свою прочность и надежность в эксплуатации, поэтому применяются и здесь. Предварительно сегменты диаметром 530 миллиметров сваривают, стыки тщательно закупоривают. После окончания подготовки труб теплопровод будут укладывать на глубине в полтора метра. Для этого на месте трудятся три бригады. Одна бригада производит разработку грунта, вывозку грунта, разработку, подсыпку траншеи. Вторая бригада осуществляет монтаж трубопроводов, сварку, монтаж трубопроводов. И третья бригада производит изоляцию стыков. Эту теплосеть укладывают под новую котельную, которая будет располагаться в районе улиц Московской и Раковской. Все работы планируют закончить к концу июня, после чего на участок выйдет подрядчик для ремонта дороги и тротуаров. Уссурийск занял второе место в Приморье по уровню социально-экономического развития. Об этом стало известно на выездном совещании правительства края с главами муниципальных образований. Это традиционная встреча, на которой подводят итоги ушедшего года и делятся планами на будущее. Ольга Муравьева продолжит. Главы всех муниципальных образований в Уссурийске в выездном формате проходит совещание правительства Приморского края. На этой встрече подводят итоги ушедшего 2020 года, который за пандемией выдался нелегким. Например, на 9 миллиардов рублей снизилась стоимость всех товаров и услуг, которые произвели в регионе. Но при этом отмечаются и положительные тенденции. У нас работали системообразующие отрасли и дорожное строительство, и в целом строительство, что удалось в итоге по итогам года выполнить план по вводу объектов жилья на 12%, что было отмечено в том числе и правительством Российской Федерации. В период пандемии региональные власти пришли на помощь предпринимателям, были снижены налоговые ставки, местное бизнес-сообщество получило и другие послабления. На федеральном уровне многим оказана финансовая помощь и в целом намечена тенденция реабилитации экономики региона. Еще хочу сказать, что мы не достигнем результата, если мы будем с вами работать консердированно, на одну задачу, все вместе. Только вместе мы сможем достичь этого этапа. Я надеюсь, что в следующем году, рекомендуем, мы значительно остановимся в этой оценке деятельности субъекта Российской Федерации. Речь об оценке эффективности работы. Наш регион не на лучших позициях в масштабах страны. А вот по показателям внутри края у уссурийцев есть повод для гордости. Город занял второе место по уровню социально-экономического развития. Уступили Артему. Третья позиция у Арсеньева. Всем вручены денежные сертификаты на развитие территории. Дополнительно в местный бюджет округа за хорошую работу поступит 30 миллионов рублей. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Ребенок под колесами автомобиля. Восьмилетняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и попала в ДТП. На такой ноте завершаем неделю подробности сводки происшествий. Расскажет Ольга Муравьева. По данным госавтоинспекции, на дорогах у Суриска зарегистрировано 45 аварий. При этом пострадали 11 человек. Среди них пассажиры, водители и пешеходы. Высокий показатель для одной недели. На улице Горького столкнулись Харьер и Хайс. Первый двигался по Пионерской в сторону Советской и не выполнил требования знака уступить дорогу. По главной, в это время ехал микроавтобус. Как следствие невнимательности удар. И пострадавшая пассажирка во второй машине. У женщины сильные ушибы голеней. Автомобилист с мотоциклистом не разъехались на улице Ермакова. Рулевой аристы двигался со стороны Советской по направлению к Дзержинскому. И тоже проигнорировал знак уступить дорогу. При пересечении главной угодил мотоцикл. У рулевого мото сотрясением мозга закрытый перелом предплечья. Мужчина госпитализирован. Серьезное ДТП на государственной трассе. Двигаясь со стороны Михайловки во Владивосток. Рулевой Хина Рейнджер столкнулся с Виросой. Седан улетел в кювет. Пострадал молодой парень. У него зафиксировано сотрясение мозга и уши поясницы. А также плеча и множественные раны лица. Автомобиль восстановлению не подлежит. Наезд на человека в районе 189-го дома Панекрасова. Двигаясь со стороны Комарова к Фадеево. Рулевой Ниссана не уступил дорогу пешему участнику движения. Девушка переходила проезжую часть по правилам. Травмированная попала в стационар с сотрясением мозга и множественными переломами, а также ушибами. Буквально через день еще одно столкновение по этому же адресу. Только на этот раз мотоцикл угодил в автомобиль. Рулевой на Хонде не выдержал дистанцию до впереди идущего транспорта. Пострадал мотоциклист. У мужчины закрытый перелом таза. На Ивасико не разъехались две Тойоты. Причем одна из них не видно стояла у обочины. Рулевой Короллы, двигаясь в сторону Достоевского, угодил микроавтобус. Пострадал пассажир в машине зачинчика аварии. И вновь игнорирование знака «Уступи дорогу». На Михаловском шоссе Приус угодил в Хонду. Первый не убедился в безопасности маневра. В итоге трое пострадавших. В машине виновника аварии серьезно травмирован водитель и пассажир. Рулевой второго авто с сотрясением мозга. Под конец недели пострадавший ребенок. Маленькая девочка переходила улицу Некрасова в неустановленном месте. А водитель не успел вовремя затормозить. У ребенка закрытый перелом руки. Множественные ушибы лица и головы. Кстати, в Уссурийске проходит глобальная неделя безопасности дорожного движения. Инспекторы провели несколько рейдов и акций со школьниками округа. Новости продолжит наша постоянная рубрика «Телеконсультант». Настойчивая реклама по телефону. Как с ней бороться? Оказывается, что компании, которые делают такие звонки, поступают не совсем законно, используя телефонные базы. Подробности узнаем прямо сейчас. Очень надоели бесконечные телефонные звонки с рекламой. Подскажите, законны ли такие действия звонящих, и как с этой навязчивостью можно бороться? Ну, вариант два. Первый вариант – это ставить соответствующие приложения на свой телефон, которые блокируют данные несанкционированные звонки. Второй вариант – это писать жалобы Федеральному антимонопольному службу. Это компетенция данной службы. Они привлекают к ответственности за незаконную рекламу. И, например, недавно был выписан штраф стоматологически известной поликлиники, которая рекламирует навязчиво свои услуги по телефону. Поэтому писать жалобы, прикладывать запись этой рекламы, и Федеральная антимонопольная служба будет реагировать на это. Навязывать рекламу по телефону без разрешения нельзя. То есть, поэтому и просто так звонить, и предлагать именно навязчиво тоже нельзя. То есть, это нарушение закона о рекламе. Погода на выходных в Уссурийске располагает к прогулкам на свежем воздухе. На улице будет тепло. Утром в субботу облачно, но уже к обеду солнце станет греть лучами жителей нашего округа. Воздух прогреется от 23 до 28 градусов. Не стоит исключать вечерние прогулки. Показания на термометре дойдут до 26 выше нуля. В воскресенье в первой половине дня тоже ясно и солнечно, но вот температура существенно снизится до 18 градусов. После обеда небо над нашим городом затянется, к вечеру немного похолодает. Все это будет сопровождаться сильным ветром, ночью небольшой дождь. Днем в субботу на большей территории края столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 29. Восточное побережье попадет под влияние гребня Охотского антициклона. Здесь будет прохладно. Плюс 11, плюс 17. В воскресенье 23 мая над Приморским краем давление будет расти, осадков не ожидается. Ночью гребень Охотского антициклона вторгнется вдоль всего побережья. Ночная температура понизится на 24 градуса. Днем в воскресенье континентальные районы окажутся в теплом секторе циклона, который будет смещаться над Амурской областью. Будет солнечная и жаркая погода. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами, вскоре вы увидите. Город-сад Телемикс запускает новый проект совместно с ботаническим садом ДВО РАН. Пора выпускных. Юные танцоры, певцы и музыканты закончили школу искусств. 1-0. Детская сборная команды «Локомотив» стала лучшей на Дальнем Востоке. Вы смотрите вечерний выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. Телекомпания «Телемикс» начинает серию сюжетов нового проекта «Город-сад». В нашем округе есть жители, которые делают уссурийск красивее, озеленяя свой двор. Но всегда есть к чему стремиться. И уже в середине июня у таких жителей появится возможность получить знания от специалистов ботанического сада. Как сделать территорию у своего дома еще привлекательнее. В гостях у ландшафтных дизайнеров-любителей побывала Марина Роман. Нину Сидорову можно назвать главным ландшафтным архитектором двора по улице Андрея Кушнира, 20А. Именно с легкой руки активистки у подъездов стали облагораживать цветочные клумбы. Виды растений, композицию, цветовую гамму. Над всем этим трудится Нина Ивановна. Цветов как таковых на этих клумбах не было практически. Здесь были насажены кустарники всевозможные, дерево даже росло на до четвертого этажа. Решением собрания мы приняли, чтобы дерево это убрать, кустарник этот тоже перенести. Мы переносили куда возможно было. И приняли решение украсить клумбы цветами. Теперь здесь радуют глаз пионы разных цветов. Хоста, лилии, примула. В этом году посеяли тагетисы. А в середине двора красуется целая композиция. Металлическую конструкцию жители выиграли. Дизайнерский подарок вручили за первое место в конкурсе «Наш любимый город» еще в 2014 году. Уже своими руками мы построили этот пароходик. Он с балконом, вид напоминает пароходика. Все говорят, какой красивый пароходик. Мы каждый год делаем разные композиции здесь. Мелкие цветы высаживаем. В этом году немножко изменили. Правда, только начали это все делать. А в вазонах в середине парохода растет самая обыкновенная комнатная герань. Пока не цветет. Но когда приходит время, этот участок двора играет с самыми разными красками. Розовыми, белыми, алыми. Как еще преобразить свой двор, Нина Сидорова вместе с председателем и подругой Галиной Антоновой смогут узнать уже в середине июня благодаря новому проекту Телемикса при поддержке администрации округа. Летом появится возможность обучиться премудростям ландшафтного дизайна у специалистов ботанического сада совершенно бесплатно. По новым проектам дизайн делают клумб. Очень красивые и какие-то сооружения, наверное, правильные сказать можно, да, и новые композиции. Но мы бы тоже хотели вот у себя возле дома на нашей придомовой территории уже уйти от баллонов. Мы очень надеемся, что нам сотрудники ботанического сада предложат новые виды кустарников, новые виды цветов, которые будут красоваться на наших клумбах. Сделать уссу риск цветущим и благоухающим может каждый. Присоединяйтесь к проекту, учитесь ландшафтному дизайну, делитесь знаниями с соседями. Давайте вместе превратим город в сад. Все подробности можно узнать по телефону 33 76 46. Марина Роман, Игорь Антонов, Телемикс. Экологические проблемы требуют современных решений. Юные уссурийцы выступили на конкурсе проектов по сохранению природы. Среди работ социальные проекты, презентации и ролики. Предложения молодежи по спасению планеты узнала и Анна Клыга. Я слышала, что когда-то в парке зеленый остров, где сейчас так грязно и неуютно, можно было пить из речки, не брать воду ладошкой. А еще когда-то Уссурийск считался самым зеленым городом России. Юные жители округа хотят, чтобы это почетное звание вернулось. Ученики школ и вузов выступили с фильмами, проектами и плакатами на муниципальном этапе конкурса «Чистая страна, какой я ее вижу». На суд жюри поступило 10 заявок. Это втрое больше, чем в прошлом году. Очень сложно было членам комиссии определиться с выбором, потому что действительно работы все достойные. В каждой из работ отражена своя экологическая проблема, которая касается не только Уссурийского городского округа, но и, конечно, страны в общем. Я бы даже сказала, что на некоторых работах были отражены мировые проблемы. Басня Ивана Крылова вдохновила Анастасию Фефелову на создание этого плаката. Ученица детской школы искусств так выразила свое отношение к людям, которые не берегут природу и думают только о личном комфорте. Настя с детства помогает планете очиститься и считает себя гринписовцем. Мы живем рядом с речкой, и мы каждый год ходим туда, как, сказать, наверное, уже традиция убирать ее. То есть, и у меня, знаете, это в памяти уже заложилось, что надо ухаживать за нашей планетой, что это наше будущее. Это наша школа номер 8, которой более 80 лет. Наш школьный парк был посажен выпускниками более 30 лет назад. За деревьями и кустарниками на территории 8-й школы теперь ухаживает современное поколение. Среди уроков и дополнительных занятий у старшеклассников находится время на благоустройство клумб и сада. Социальный ролик о целях и результатах этой большой работы презентовала десятиклассница Яна Мещук. Осенью собираем листву, собрасываем ее в компостную яму. Весной мы начинаем белить все деревья, бордюры, все, что у нас есть. Это каждый год, и каждый год добровольно выходят школьники, и, как правило, это большое количество школьников. Школьники, студенты и даже преподаватели вузов рассказали конкурсной комиссии о высадке деревьев, уборке территорий и осознанном отношении к природе. В итоге жюри выбрало по два плаката, ролика и один проект, который теперь представят Уссурийск на региональном этапе. Прием заявок стартует 1 июня. Анна Клыга, Алексей Шаповалов, Телемикс. Пора выпускных. Последний звонок звенит не только для школьников и студентов. В ДШИ выпустили детей разных отделений. Теперь юные танцоры, музыканты, художники и фотографы получили свой билет в жизнь. На торжественном собрании побыла и наша съемочная группа. Детская школа искусств выпускает талантливых мальчишек и девчонок в широкий мир возможностей. 102 ребенка уже получили начальное образование в разных направлениях. Хореографии, фотоискусстве, вокале – это лишь малая часть дисциплин, которым обучают в ДШИ. Это все дети, которые на протяжении кто-то пяти лет, кто-то восьми лет действительно шел к этому достижению. Они сегодня получают самый важный для них документ в этой школе. Это свидетельство об окончании, это первый документ. Это дает им дорогу в жизнь. Среди гостей – педагоги и, конечно же, родители, которые тоже через многое прошли вместе с детьми. Одни уроки сольфеджио чего стоили. На сцене прозвучали слова благодарности от активных пап и мам. Обычно смотрели, как выступают наши дети. Сегодня хочу сказать спасибо всему коллективу школы. Сейчас для мальчиков и девочек есть тот необходимый старт, который позволит поступить в средние и высшие учебные заведения по своим направлениям. В детской школе искусств не просто учат рисовать, танцевать или музыцировать. Здесь воспитывают тех, кто действительно любит свое дело. Ну, как, по-моему, я считаю, что надо, ну, так это дарить искусство людям, что, ну, скрипка – это не просто там какая-то там деревяшка и все. Нет, это инструмент, который нужно, ну, уважать, как наше искусство нужно уважать. Быть может, не каждый из этих 102 выпускников в дальнейшем посвятит свою жизнь творчеству. Ведь среди этих детей уже есть те, кто определился с профессией, и она не связана с танцами или музыкой. Однако искусство всегда будет жить в сердцах и душах тех, кто учился в этой школе и старался познать азы культуры. Елена Карпенко, Роман Адонин, Телемикс. А у меня на этом пока все. В студии работала Елена Карпенко. Далее выпуск продолжат спортивные новости. До встречи. Ловкость, проворность, активность – главное качество для начинающего футболиста. Хотя этих парней новичками назвать сложно. Многие в команде «Локомотив» занимаются далеко не первый год и привозят награды. Недавно дети выступили на чемпионате Дальнего Востока, где стали лучшими. Домой мальчишки привезли первое место. В середине тайма мне дали пас, я вошел в штрафную и там уже меня сбили. Судья назначил пенальти, но я подошел, ударил, забил. Так Влад Гавриш рассказывает о финальном матче. Соперники на поле были из Южно-Сахалинска. Уже с самого начала игра была напряженной, противник до последнего не хотел сдаваться. Сахалинцы играли на контратаках, то есть только после прямого нападения «Локомотива». Все мячи в сторону ворот отбивали, но в итоге наши мальчишки одержали победу со счетом 1-0. И это все результат слаженной работы каждого звена. Я вообще играл в центре, но при атаке Сахалина я спускался как защитник, помогал в защите. Ну, сложно, конечно, но мы справились с ними. В целом мальчишки провели шесть матчей. В самом начале уссурийцы выступали против Хабаровска, где сыграли в ничью 4-4. Тогда вся команда волновалась, ведь на кону было дальнейшее участие в чемпионате. Теперь, когда результаты известны, можно сказать, что свою роль сыграла и подготовка. Мы все свои тренировки зимой проводим в зале. Ну и буквально в марте месяце мы вышли только на зеленое поле. Но, в принципе, и вся подготовка велась у нас именно под этот турнир. И на этом еще не все. Чемпионы на то и чемпионы, чтобы завоевывать награды. И в скором времени возможность себя показать команде представится, ведь им дали путевку на всероссийские соревнования. Теперь парней ждут более усердные и напряженные тренировки.